Привет, друзья! Сегодня я решила вам рассказать про подарки, которые я получила на день рождения. У меня недавно был день рождения, 14 февраля, если вы вдруг не знаете. С днем рождения меня. Я не очень люблю такие видео, потому что мне кажется, что это некоторое хвостовство. Но просто я получила довольно много классной косметики, которую, мне кажется, было бы интересно вам рассказать, потому что скоро вы увидите ее в моих туториалах и других видео. Ну и просто есть несколько прикольных вещичек. Поэтому вот то, что я помню, я сейчас собрала, 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 решила вам про нее рассказать. Тут не все косметика. Тут от самых разных людей, от моего мужа, от моих родителей, от родных, от подруг. Я не виделась еще с кучей подруг, потому что я нормально не отмечала день рождения. И поэтому я еще не получила кучи подарков. Но просто прежде чем я начну всем этим пользоваться, мне хотелось вам про это рассказать, особенно про одежду и косметику, которую мне хочется прямо сейчас нанести на свое лицо, что частично я уже сделала. В общем, без дальнейших промедлений я начну рассказывать про то, что я получила, и буду надеяться, что вам это будет более-менее интересно. Так, я, наверное, начну с одежды. И первое – это пакет из Forever 21. И это кое-что от моего мужа. То есть что-то он не выбрал сам, а насчет одежды он сказал, ладно, пошли, выберешь сама. И первое – это юбка. Мне очень понравилось то, что, во-первых, она длинная, она ниже колен, но при этом у нее есть вот такая деталь. Она тут примерно где-то немного выше колен и ниже, поэтому, несмотря на то, что деталь такая экстравагантная, тем не менее юбка не слишком вызывающей при этом смотрится, потому что, да, но она облегает все, что должна облегать, причем очень классно. Я даже в какой-то момент засомневалась, говорю, муж, она не слишком облегает, собственно, мою самую выдающуюся часть тела. Он такой, все облегает ее, поэтому забей. Я решила, что муж прав. Так, и следующая из этого магазина – это вот эта сумка. Она потрясающая, просто классная. Я сейчас в том моменте, когда у меня вдруг внезапно порвались, разорвались, поцарапались, раздрескались все мои сумки. Все. То есть, вот я на прошлых выходных выкинула, мне кажется, штуки 4. Просто как бы заразно, потому что я понимаю, что ладно, они все никуда не годятся, не имеет смысла их дальше хранить, потому что они просто… да. Поэтому мне нужна была новая сумка, и, естественно, мне нужна бежевая сумка. Мне всегда нужна бежевая сумка. Вы знаете, у меня всегда должна быть черная сумка и бежевая сумка. И вот черная у меня есть, а бежевая теперь тоже есть. Мне кажется, она выглядит абсолютно отлично. И да. Forever 21 – отличная работа. Я в целом очень рада, что этот магазин наконец-то снова, наконец-то, есть у нас, потому что он классный. И когда я смотрю американских блогеров, у них куча разных классных вещей из Forever 21, и, наконец-то, он есть у нас. И он прекрасен. Следующее кое-что – это от моей мамочки. И когда я вам это покажу, вы поймете, что только она могла мне это подарить. Это кое-что из Остина. Коричневая водолазка с высоким воротом. Да? Да? У вас больше нет вопросов. Да, это, конечно же, от мамы. Но мне, на самом деле, очень нравится этот цвет. Как только я покрашусь немножко потемнее, если вдруг либо застонируюсь немножко потемнее, мне кажется, будет в самый раз. Вот когда они будут не такие вот рыжие, как сейчас, а какие-нибудь более, например, темно-русые. И нет, я не собираюсь красить в ближайшее время, но я буду их, возможно, тонировать там через пару недель. Мне кажется, что этот цвет будет в самый раз. Кстати, насчет волос, я прошу прощения, это вот третий день этих кудряшек, и мне сейчас нужно выбегать, поэтому у меня не было времени перевести их в порядок, поэтому я просто заранее извиняюсь, за то, как они выглядят. Но третий день, можем ли мы, простите меня. Так, и вторая вещь – вот это просто класс. Я, честно говоря, не ожидала, что моя мама сможет мне купить такую офигенную вещь. Мамочка, не обижайся, но просто у нас с ней очень разные стили в одежде и во всем. И эта кофта, она такая коричневая, довольно холодного оттенка, с бежевым, и это на самом деле то, что я довольно долго искала сама, потому что мне всегда нужна какая-то кофта из серии накинуть сверху. И вы знаете, я люблю вот такие цвета, такие бежевые, коричневые, они очень носибельные, они подходят абсолютно подо все. Пожалуйста, отдай, отдай. Подходят подо все, и она довольно свободная, и в целом просто идеальная вещь. И вот про нее и про эту сумку, я как раз думала, что мне нужно срочно начать их носить, поэтому нужно снять это видео, просто рассказать вам, что вот оно было, все, я могу это носить, потому что, не знаю, я не люблю показывать вещи, которые я уже носила. Так, ладно, ты отправляешься вон. Дальше от мамочки билеты на концерт органной музыки. Собор на Малой Грузинской, мое самое любимое место на всем белом свете. Костел на Малой Грузинской, это прекраснейшее место. Я периодически туда хожу послушать органную музыку, я там не была сто лет, и мама подарила мне билеты, ну, точнее, нам с мужем, поэтому скорее бы. Если вдруг собираетесь, сейчас я вам даже скажу какое-то будет число. 6 марта, 7.30. Если вдруг что, приходите вместе будем наслаждаться органной музыкой. Ничего на свете я не люблю так, как органную музыку. Я могла бы ходить на концерты органной музыки каждый день в своей жизни. Каждый день. Обожаю ее. Так, дальше. С чего начать? Немного литературы. Милорат Павич «Кровать на троих» с вот такой обложкой. Я обожаю Павича, но я, мне кажется, его не читала класса с 11-го. Один из тех авторов, которых я очень много читала вот в школе, но потом почему-то как-то я про него забыла, и поэтому я очень рада. Это был подарок от моего дядюшки, потому что он знает, что я люблю читать. Поэтому да. Так, следующая книжка. Это... Этот подарок значит для меня особенно много, потому что это подарок от моего мужа Бориса Акунина «История российского государства. От Ивана Третьего до Бориса Годунова». Это подарок, который символизирует меня то, что мой муж наконец-то смирился с тем, что женился на историческом задроте. Мой муж не очень любит историю, и он не очень любит читать подобные вещи, но я не могла не оценить того, что ради меня он... Да, он сделал это, поэтому я не могу дождаться, чтобы это прочитать. Так, еще одна книга, уже, честно говоря, не помню от кого. Густав Майринг Голем. Что бы это ни было. Мне понравилась и обложка, и портрет вот этого автора, потому что он выглядит достаточно сурово, чтобы писать именно то, что мне нравится, поэтому... Да. Так, дальше что у меня здесь? Первое, что я вижу, это шампунь «Сиос», который мне, безусловно, пригодится, потому что я... Ого! Мыло «Жоу Малоун». Оно пахнет так вкусно. Оно пахнет настолько вкусно, что оно сейчас лежит у меня на туалетном столике, и просто я ложусь спать и... Так, еще одно мыло, потому что это, видимо, любимая тема этого года у моих родных и друзей. И это супер-мега-веч, потому что это тайское мыло, и оно мне было презентовано именно так. Его делала настоящая тайка. Я подумала, окей, чего еще я хочу от подарка, поэтому... Это мыло, которое делала настоящая тайка. Соль для ванны «Organic Shop» «Lavender». Соль для ванны «Beth Salt». Органический экстракт лаванды и морская соль, потому что я люблю лежать в ванной, и все люди окружающие меня знают об этом. Поэтому еще одна морская соль. «Fruity in crema». Соль для ванн. Соль с пеной для ванн. Это будет прекрасно. Земляника со сливками. Я уже чувствую, что это будет восхитительно и потрясающе просто скорее бы. Следующий подарок – это просто шик, абсолютный шик. Это подарок от моей свекрови, и это «Fakuraban Lady Million». И тут, во-первых, давайте оценим эту коробку, просто сама эта упаковка. Я не смогу ее выкинуть. Я не знаю, что я буду здесь хранить, но просто она слишком хороша. Слишком хороша. Это будет, наверное, у меня в этом заставке для видео. И тут сама туалетная вода, гель для душа и восемь для тела. Все, что мне нужно. И туалетная вода пахнет настолько прекрасно. Я не помню, когда в последний раз мне кто-то дарил туалетную воду. Уже прошло несколько месяцев. Но это аромат из серии. Я не могла бы выбрать для себя лучше. Он изысканный и женственный, и не слишком тяжелый. Вот, в общем, все, абсолютно все, что мне нужно. И, да, это упаковка. Поэтому это был абсолютно шикарный подарок. И прекрасный аромат, и просто все в яблочко. Так, дальше, дальше. Подарки от моих родных подошли к концу. И есть еще два подарка, про которые я не могу не сказать. Первый – это из магазина «В образе». Они просто связались со мной и сказали, нам очень нравится ваше видео, можно мы вам пришлем подарок. То есть даже речь не шла о том, что из серии «Расскажите про нас». Просто они решили представить мне подарок, но я не могу не рассказать, потому что он прекрасный. Итак, это что-то, чего я никогда в жизни не видела. Смотрите. Это листочек дуба, покрытый позолотой. Это настоящий листочек дуба. Итак, немного про фирму, от которой это. Это «Эстер Бежу». Семейная итальянская компания, превращающая натуральные листья в покрытые золотом украшения. Листья бережно собираются, высушиваются старым проверенным способом между страниц книг и покрывают защитным слоем на основе меди, который придает листьям прочность. После этого украшения опускают в гальванические ванны, где наносят слой одного из трех металлов. Золото 24 карата, серебра 925-й пробы или меди. У меня это золото. Кроме листьев коллекции... В общем, это листья, которые покрыты золотом. И это еще одна вещь, которую я просто хочу скорее начать носить, но мне хотелось вам показать. Смотрите, какая она. Как все это. Красиво делала так и была. Маленькая золотая цепочка. Поэтому я просто скорее бы начать носить. Какая красота. Я никогда в жизни не видела украшения из настоящих листьев, и мне кажется, это... Просто что-то абсолютно волшебное. Поэтому магазин в образе. Спасибо вам большое. Я кину ссылку на них в описании к видео. Опять же, они не просили меня про них рассказать, но это красота. Я не могу про нее не сказать. Так, и следующий подарок. Он от Магии подписчицы, и она была ко мне просто слишком добра. В общем, Оля, если ты это смотришь, то в очередной раз спасибо тебе большое. Ты балуешь у меня женщина. Но как бы то ни было, я не могла про это не рассказать, потому что тут была огромная посылка. И... С чего начать? Во-первых, Vitex. Идеальное отбеливание. Отбеливающая маска против веснушек и пигментных песен, потому что вы знаете, что я отбеливаю лицо, когда не пользуюсь автозагаром. Вот как сейчас. Сейчас у меня светлое лицо. Я как раз с утра делала отбеливающую маску только Корос, потому что я думала, если я начну... Ну, и серия, я начну ее потом, поэтому... Я не могу дождаться, чтобы начать ее. Так, дальше дезодорант Ари Флинг. Всегда пригодится. Дальше... Ох, это просто супер. Давно хотела попробовать. Матирующие салфетки для лица. Ситуа, китуа. В общем, я сто раз их видела. И каждый раз я думаю, надо бы их купить и попробовать. И каждый раз я думаю, ну, у меня же есть пудра. И вот, наконец-то, я их попробую. Поэтому спасибо. Я давно хотела. И теперь случится, что должно. Так, дальше есть еще два средства, которые я давно хотела попробовать. Потому что я про них слышала, но я нигде их не могу найти. Это активатор цвета от Sios. Первый для темных оттенков, другой для холодных каштановых. И это именно то, что мне нужно. Потому что для холодных каштановых это то, чем я смогу затонировать вот рыжину сейчас, когда у меня волосы более светлые. И так как, камон, вы знаете меня, в какой-то момент мне захочется более темных волос. Но я, честно говоря, не хочу снова краситься в темный, потому что я не хочу потом их снова смывать. И поэтому я присматриваюсь вот к оттеночным пенкам, как раз, чтобы их тонировать в темный. И да, на этот случай у меня теперь тоже есть то, что мне нужно. Следующее – это просто россыпь лаков для ногтей. Так, есть Golden Rose. Тут с оттенка 38 и... Нет, не видно. В общем, вот эти два цвета. Абсолютно прелестнейшие. Особенно вот этот, просто какой-то немоверно классный, такой васильковый. Я как раз... Я не знаю, серьезно, женщина, ты читаешь мои мысли. Я хотела как раз вот такой цвет. Такой фиалковый, светлый, пастельный. И... Теперь он у меня есть. Так, дальше Сильвана оттенка 59. Тоже какой-то абсолютно неотмирный, шикарный цвет. Дальше так, снова Golden Rose. Я люблю эти цвета. Яркие, персиковые такие. Йоу, in your face. Дальше, Revlon оттенка 410 Dreamer. Тоже прекрасный, такой пастельный, голубоватый, сероватый. Очень холодный цвет, ай, я люблю холодные цвета. И еще один лак, и это еще один цвет, который я давно думала, надо бы как-нибудь на досуге прикупить что-нибудь лимонное. Теперь оно у меня есть. Это Pink Up оттенка... 211. Это самый радостный цвет. Просто скорее бы весна, потому что он говорит, йоу, весна, ей. Так, и это еще не все. Дальше, тут есть Pen Stick. Это тональное средство от Max Factor, оттенка Chubesh 12. Вот такой оттенок. Мне кажется, вот сейчас он был бы мне в самый раз. Я прямо скорее бы, скорее бы его попробовать. Еще одна вещь, и, кстати, вот когда я видела этот стик, я подумала, давненько я не делала макияж с новой косметикой, потому что это весело, и у меня есть некоторое количество новой косметики, и вот теперь, когда я вижу его, я думаю, да, мне безусловно нужно снять такое видео. Но потом я увидела вещь, которая просто уверила меня в этом окончательно. Это не если чего я ни разу не видела. Итак, это Art Deco Beauty Balm Lip Base. Primer for lip color and gloss. Насколько я понимаю, это база под помаду, то есть вы наносите ее на губы, и, во-первых, она бам, то есть она еще их и увлажняет, и при этом она служит базой, чтобы цвет лучше держался. Я заинтригована. Что я вам могу сказать? Я неимоверно заинтригована этой вещью, поэтому я ее нюхаю. Пахнет, как какие-то сладости. Сладости. Поэтому я очень хочу ее попробовать, посмотреть, что из этого выйдет. И, естественно, тут есть то, что можно нанести поверх этой базы. Итак, во-первых, это карандаш для губ Bourjois оттенка Rouge Seduction номер 14. Красных карандашей для губ никогда не бывает много, но здесь есть еще помада. Во-первых, это L'Oreal Exclusive Collection by Julian. Вот это их коллекция с красными цветами. И это Julian's Pure Red. И он... Он красный. Он яркий, такой теплый красный цвет. Следующий. Это... Я, кстати, на него смотрела. Не так давно на него смотрела. Я думаю, ммм... Да или нет? Возможно, я за ним вернусь. Итак, это Nuba и это Mille Bachi. Mille Bachi. Это жидкая помада оттенка 7. И это цвет, который кажется ярко-красным здесь, но мне кажется, на губах он смотрелся более таким... таким классическим красным. Я просто не могу сказать, насколько я рада получить этот цвет и насколько я хочу поскорее его попробовать. Поэтому, возможно, вот это вот все мы увидим в макияже с новой косметикой. Хотите это увидеть? Если да, то палец вверх. Так, и следующее это блеск для губ Art Deco Hydra Lip Booster оттенка 0.8. И это такой теплый, персиковый, красноватый, но скорее оранжевый цвет. Я полагаю, что это будет мой красный для работы, потому что он не слишком красный и он более носибельный и это блеск для губ. Поэтому я думаю, что это будет мой такой компромисс на дни, когда я работаю. И он просто неимоверно красивый. Этот цвет просто божественный. Так, и последнее это карандаш Yves Rocher для глаз оттенка 0.7 Blanc беленький. Что хорошо, потому что у меня есть карандаш для глаз белый, но он довольно старый, его пора выкинуть. А этот, мне кажется, в самый раз буду носить его на внутренний век, и поэтому, да, возможно, и его мы увидим в видео с новой косметикой. Скорей бы. Я завтра его сниму. Давайте я завтра его сниму. Я посмотрю, что еще из новой косметики у меня еще есть, и мы просто покончим с этим. Поэтому, дорогая, спасибо тебе большое. Я просто не знаю, как тебя благодарить. Это слишком щедро, но я не жалуюсь. Так, и последний подарок, и это то, что у меня сейчас на губах. И это, мне кажется, просто неимовернейшая красота. Это был подарок от моей двоюродной сестрички, и это жидкая помада L'Oreal. И единственное, что мне не нравится, то, что L'Oreal никогда не пишут, как называется средство, вот которое вы держите в руках. То есть, L'Oreal и все. Поэтому я не знаю, как оно называется, но это жидкая помада. Что еще вы хотите? Матовая жидкая помада. Оттенок 407 Smoke Me Up. Так, ладно, это я отредактирую. Или нет? Ладно, Smoke Me Up. И один из тех неловких моментов, когда твоя младшая сестричка выбирает ли тебе помаду оттенка, который просто ты бы не могла выбрать лучше. Это такой красно-малиновый цвет, очень холодный, темный, ну такой немного темноватый. В общем, это то, что у меня вот сейчас. Он настолько красивый, что я просто я смотрела на него, и мне хотелось плакать от восторга. Еще я не могу об этом не сказать. Он получает просто приз за самый оригинальный аппликатор. Смотрите на него. Да, я знаю, из серии вы никогда не видели ничего похожего, но он на удивление удобный. Он на удивление прям чух-чух, все готово. Поэтому, как ни странно, он работает, и цвет... Когда он мне его подарила, я его сразу несла, и я прониклась. Он придержался весь вечер, я ела, и разговаривала, и делала все, что я обычно делаю. И под конец вечера он остался на моих губах, поэтому вот сегодня, сейчас я поеду по делам, и у меня будет полноценный тест-драйв этой помады, поэтому я вам расскажу про нее, полагаю, в фаворитах уже очень скоро. Поэтому, да, это все, что я получила на данный момент. Очень много всего. Мои родные и друзья, самые лучшие люди на свете. Друзья, спасибо вам большое за все, что вы мне подарили. И, да, я, кстати, думала сделать абонентский ящик себе перед днем рождения, чтобы вы могли мне прислать свои маленькие открыточки, и я не успела. И я вчера заходила на почту, и мне сказали, что его можно сделать только с начала следующего месяца. Поэтому я полагаю, что к началу марта у меня будет абонентский ящик, и поэтому Новый год прошел, день рождения прошел, но тем не менее вы сможете отправить мне открыточки. в смысле на самом деле я жду от вас просто открыточки и привет. Офтоп. Ладно, окей, это все, что я получила. Я просто неимоверно счастлива, и я не могу дождаться, чтобы начать всем этим пользоваться. Так что спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, что вам было интересно, и люблю вас всех. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok